Итак, рассмотрим сеанс удаленного доступа через программу TeamViewer по разметке жесткого диска. Вот пользователь попросил ему помочь. Ну давайте глянем, что здесь имеется. Все в формате NTFS. А что здесь? Ну здесь, насколько я понимаю, просто флешка. Итак, своп. Своп почему-то сделан в формате файловой системы NTFS. Непонятно. Значит, вот раздел Linux опять-таки. Сделаем ему в формате swap. Linux на диске SDA2. Отформатируем в формате extension 4. И применим эти изменения. Теперь, значит, на раздел SDA2 мы попытаемся установить при помощи программы SystemBug. Linux не мой и домашний. Вот SDA2. Запускаем программу. Так, копирование системы. Вот сюда мы намереваемся ее поставить. Вот сюда вот будет точка у нас. Мы нажмем зелененькую стрелочку. Вот видите, да? И дальше я уже не буду разбивать там на домашний раздел и так далее. Слоп. Ну давайте сюда попробуем слоп подсоединить. Тоже вот видите, крестики. Ну и давайте нажмем на старт. То есть обычно я все-таки делаю корневой раздел там 20-30 гигабайт. Раздел Home я делаю там и 50, и 100, и там 200, и 300, и 400. Ну это зависит уже от моего желания. Ну в данном случае у пользователя было всего лишь 80, там где-то на 76 гигабайт. Ну система там у него сама все потихонечку будет брать. То есть у него все будет, скажем так, на одном разделе. Ну как временный вариант, да ради бога. Вообще-то, значит, на внешний жесткий диск нужно принести все самые необходимые данные. Акронисом сделать копию с винды. Полностью переформатировать жесткий диск. Сделать, допустим, под винду, ну где-то там гигабайт, там допустим 50. Под корневой, под линукс сделать там 30 гигабайт. Своп файл сделать на 4. На все остальное сделать расширенный раздел. И в расширенном разделе сделать папочку Home на там, как говорится, размеры по желанию. Там и 50, и там и 100, и 200, и 300, и 400 гигабайта. Человека зависит от возможности его жесткого диска. Сделать там где-то гигабайт 100. Это будет как бы как диск D под винду. Ну и отдельный раздел, допустим, сделать там, может быть там, Linux Data. То есть вообще отдельный раздел, где будут храниться данные только по линуксу. И при установке при помощи программы SystemBug нужно будет вот таким вот образом ставить. Ставить корень, ставить своп, ставить Home на размер, который вы сами определите. Ну и все. А сейчас мы ставим просто, сливаем Linux Mint 18.2 в один общий раздел. Размером 76 гигабайт. Ну и там уже, как говорится, там система потихонечку будет саморазбираться. Сколько, и откуда, и что ей брать. Ну, в принципе, 76 гигабайт для Linux, особенно на первых порах, ну, за глаза достаточно. Поэтому, значит, вот я сейчас напишу пользователю, что... Что... Устанавливаю... В один раздел. К сожалению, пользователь не может... У него, так сказать, нет звука, поэтому вот так вот мы с ним переписываемся. Ну, видно, что человек, как говорится, понял мои мысли по этому поводу. А здесь, значит, пишу я ему, что... Записываю... Видео... Позже... Дам... Ссылку. Ну, и один вопрос просто... Напишу ему назоветесь. Вот система копирования завершена. Позже... Напишу ему назоветесь. И... Ваш город. Сергей. Харьков. Ну, прекрасно. Значит, Сергей. Значит, что мы сейчас сделаем? Напишу. Вы уже неоднократно помогаете мне. Спасибо. Ну, рад, Сергей, что вам помог. Значит, что мы сейчас сделаем? Вот. Напишу. Перезагрузитесь. Так. Свяжитесь со мной. И... Сделаем... Остальные... Настройки. Старт. Без... Флешки. Ну, все, Сергей. Давайте, значит... Ждем. Итак, пользователь мне сообщил, что он не может загрузиться с раздела, на котором установили Linux. Грузится только Windows. Что в таком случае делать? Значит, вот, посмотрите. Идем на Крок. С моего сайта. Идем в раздел Программы. Вот. Поисковики операционных систем. Значит, ну, есть старенькие, есть новенькие. Давайте вот нажмем на новенький. И его скачаем. Файлик абсолютно крошечный. И поэтому, значит... Мы его сохраним... Ну, где? Ну, давайте в загрузке сохраним его. Какая разница? И будет называться OS Промбер Misa. Сохранили. Вот, все. Файлик уже сохранен. Теперь, значит... Я беру любую флешку. Ну, поскольку файлик абсолютно крошечный. Я взял флешку. Вот у меня тут вставлялась на 4 гигабайта. Значит, ну, теперь эту флешку мне нужно будет отформатировать. Вот, пожалуйста, флешечка на... Там пишут 3 гигабайта. Да, ради бога. Там файлик настолько крошечный, что... Сейчас ему название дадим какое-нибудь. Там... Три семерки. Три семерки. Парольчик вставим. Форматируется, как правило, очень быстро. Теперь, значит, идем... В раздел загрузки. Значит, ну, и смотрим наш этот файлик. Вот он он. OSProber. И... Создаем загрузочную флешку. Записать. Парольчик вводим. Закрыли. Теперь наша задача заключается в том, чтобы стартовать с этой флешки. При помощи этой флешки найти операционную систему, которую мы установили и которая не загружается. В ней попасть на супер бут менеджер и групп кастомайзер. И при помощи двух этих программ настроить меню загрузки, выключить компьютер, вынуть флешку и сортовать, где уже будет видно меню загрузки. Теперь, значит, что я сделаю. Я, значит, сейчас стартую с флешки и попробую вам показать этот процесс. Итак, я стартовал с флешки. Она у меня автоматом становилась на Detect Any Operating System. То есть, выявить любой операционную систему. Я нажимаю на этой кнопочке и смотрим. Вот я могу стартовать с FIND, вот я могу стартовать PC Linux OS, могу стартовать вот с моего, значит, Linux Mint 18.2. Ну вот я нажимаю и пошла загрузка. Как видите, это вот хитрая программулинга, которой я уже лет десять пользуюсь. Она практически позволяет найти любую операционную систему, которая установлена на вашем компьютере. И уже при помощи этой программки, установленной на флешку, вы всегда сможете загрузиться на ту или иную операционную систему, которая у вас установлена, но не стартует. А там уже при помощи загрузчиков меню всегда ее, ну, нормально, скажем так, настроить, подстроить, сделать так, чтобы она загружалась. Ну вот, видите, уже первые звуки появились, слышите. Значит, а все остальное, как говорится, уже дело техники. Вот, у меня, значит, здесь уже установлены программы, значит, и Super Boot Manager, и Group Customizer, ну, по крайней мере, на моих сборках. Ну, что, ну, включаете эти программы, там, нажимаете там единичку, и начинаете уже настраивать меню загрузки. Значит, на моем сайте, значит, имеются разделы специальные, загрузочные флешки, настройка меню загрузки. Посмотрите эти видеоролики внимательно, и думаю, что все вам будет ясно и понятно. То есть, не стартует система, стартовали с этой флешки, загрузились на ту операционную систему, которая не стартует, и на ней уже конкретно настраиваете меню загрузки. Вот практически и все. Итак, значит, вот Сергей запустился с жесткого диска. Вот он показывает, значит, тут свои там прибамбахи. Ну, давайте посмотрим. Для нас важно посмотреть, ну, тут вот видно, что он тут разные программы пытается поднастроить. Давайте глянем, вот на что. Ну, первое. G-Parted. То есть, убедиться нам нужно в том, что мы действительно находимся ну, чтобы он уже пароль поменял. Секретный человек. Ну, ладно. Ну, вот, посмотрите. Значит, swap-раздел подключен. Видите, телефончик. И подключен раздел, значит, Linux Mint 18.2. Значит, и теперь посмотрите. 76 ГБ, 14 использовано, и 62 свободно. И в то же время, значит, подключен раздел вот этот, четвертый и пятый, Windows-овские разделы. Ну, это вполне, как говорится, устраивает. А теперь давайте зайдем и посмотрим, как у него выглядит меню загрузки. А вот. Значит, мы пойдем на Групп Менеджер. И посмотрим на эмуляторе, как у Сергея выглядит меню загрузки. Вот, пожалуйста, Linux Mint. И, значит, дополнительные параметры Linux Mint. И семерка. Все ясно, кажется, понятно и просто. Так что, в принципе, меня это вполне устраивает. Желаю, значит, всяческих успехов. И вот мне ради интереса, значит, есть вот парочка таких вопросов. Поскольку я эти сборки делаю. А как давно вы перешли на Linux? И сколько вам лет? Потому что многие люди... Они почему-то считают, что если им там больше 30-40 лет, то они уже ни на что не способны. А я же считал, и считаю, и буду считать, что любой человек... Вот, пожалуйста, смотрите, Сергею 63 года. Вот. Способен вполне самостоятельно перейти на Linux, как говорится, и работать на нем в свое удовольствие. С чем, значит, я Сергея и поздравляю. Потому что, ну, это... По-моему, самый яркий ответ, что человек практически в любом возрасте сможет пользоваться Linux без особых проблем. Вот таким образом. Вот видите, он пишет, что начинал он 17.2. И вот ему эта сборка нравится. Он пишет, что так постоянно ее пользуюсь. А мне тоже эта сборка очень нравится. Она для меня явилась, скажем так, самой стабильной. Ну, в любом случае, Сергей, спасибо вам за ваши ответы. Так что, значит, я вам желаю пользоваться моей сборкой. Может, из нее что-то выкинуть. Может, что-то добавить. Я никогда особенно, как говорится, к этому там не придирался. Ну, всегда показываю просто варианты, как я устанавливаю эту или иную сборку. Вот и все. Спасибо вам за помощь и вашу работу. Да, Сергей, да ради Бога. Все делается, как говорится, для русскоговорящих людей. Если есть время, помогите установить. Сергей, была булка устанавливается по общим правилам. То есть, вот здесь. Вам нужно будет просто-напросто завести в поисковике. Так, что же у меня там было? Ну, давайте посмотрим. По булаболке. Вот, посмотрите. Вот, практически, вот эти все команды, они относятся именно к установке вайн. Ну, можете потом еще вот добавить вот это вот, посмотреть, что там еще рекомендуют. И, согласно, значит, видеороликам, вот этим вот, установить вот эти пакеты. И, вот, когда вы все это дело сделаете, то поставите, значит, балаболку и голоса. Значит, у меня, значит, все это дело есть на... Чтобы не соврать. Так, дайте-ка поглядим. Так, сама по себе была балаболка. Давайте-ка глянем, где-то она у меня прячется. Пойдем ко мне вот сюда. Пойдем на крок. Пойдем в программы. Зайдем в балаболку. Вот отсюда, значит, просто-напросто можете взять и скачать голоса. И Эмили, и Рус Николай. Вот, пожалуйста, берите, качайте Рус Николай. И при установленной, значит, при установленной... Вайн, была балаболка, она нормальная, туда, как говорится, сядет, и все будет работать нормально. Вот таким вот образом. Ну ладно. Выдает... Ошибку при установке. Сергей, ну, посмотрите внимательно. Еще раз при установите Вайн. У меня на эту тему очень подробно, значит, я все это делаю... Делал видеоролики. Значит, еще раз просмотрите видеоролики. Поставите Вайн Трикс, и будет у вас все нормально. Ну, что я могу? Ну, давайте попробуем. Ну, вот. Скопируем. Ну, давайте сюда зайдем. Зародите король. Ну, значит, еще и Вайн не был установлен. Вот практически весь сказ. Сначала нужно установить Вайн. Затем, значит, нужно будет установить... Обновить список репозиториев. Затем, значит, нужно будет установить Вайн Трикс. И только потом... Нужно установить Вайн Трикс. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...